Сегодня на заседании совета депутаты рассмотрели 27 вопросов. Первым делом внесли уточнение в главный финансовый документ. Таким образом, доходная часть бюджета увеличена и составит более 15 миллиардов 200 миллионов рублей. Расходная почти 16,5 миллиардов. С докладом выступила заместитель главы администрации Ольга Гренц. Корректировка межбюджетных трансфертов произведена на основании уведомлений, поступивших из Министерства экономики и финансов Московской области. Произведена положительная корректировка за счет средств местного бюджета. Депутаты внесли изменения в генеральный план округа и присвоили номинования некоторым и Тищенским улицам. Еще ряд вопросов повестки были связаны с установлением размеров арендной платы за пользование земельными участками. Внесены также изменения в муниципальную адресную программу переселения из аварийного жилья. По этому вопросу с докладом выступил начальник управления ЖКХ и благоустройства окружной администрации Денис Волжин. Предлагается включить пять домов по адресу Комсомольская, дом 1, Пионерская, дом 1, Явовская, дом 2, улица Ленинская, дом 35, дробь 1, поселок с фабриками улицы Садова, дом 5, признанные аварийными. И второе – исключить два аварийных дома из адресного перечня улицы Пионерская, дом 3, улицы Явовская, дом 4 в связи с расселением. И сегодня мы, кищенские депутаты, рассмотрели заявление Виктора Азарова о досрочном прекращении полномочий. Мое личное желание, мое заявление в связи с переходом на другую работу прошу поддержать, уважаемые депутаты. Я 15 лет работал в администрации, 14 из них главой. Я благодарю нашим жителям, три раза меня поддержали на выборах, но всему свое время, я считаю, надо не задерживаться долго на одном месте. Все немного чиновников критиковали, наверное, должны молодые подходить уже работать. Поэтому прошу поддержать мое решение по собственному желанию досрочно прекратить свои полномочия. Благодарю всех за совместную работу. Жизнь продолжается, будем дальше трудиться. Я, например, очень горжусь тем, что и работал мы тищих, и то, что мы сделали вместе. Мне очень приятно сегодня осознавать, что город один из лучших в Московской области. Это не мое личное мнение, это просто оценка наших гостей, ну и просто оценка цифровая, экономика об этом говорит. Это, опять же, наша совместная заслуга со звукой всех жителей. Я считаю, что наша задача сохранить город на этом уровне, не только сохранить, но и дальше развиваться, раньше двигаться. Временное исполнение полномочий главы городского округа Мытищи по решению Совета депутатов с 19 февраля возложено на первого заместителя главы администрации округа Юлию Купецкую. Я надеюсь, что те знания, этот опыт, который у меня есть, и хозяйственная деятельность в управлении муниципалитетом, и в решении тех проблем, которые непосредственно задают жители, а в целом проблемы у муниципалитетов, они все-таки схожи, это и расселение аварийного фонда, и проблемы с разбитием социальной инфраструктуры, это появление новых детских садов, школ, спортивных объектов, благоустройство территории. Это все пригодится на территории замечательного муниципалитета Мытищи. Виктор Сергеевич действительно, благодаря большой работе, которая была проделана, создал командой очень серьезную базу, которую мы должны не только поддержать, но и, конечно, в нашей конструктивной работе направить все наши действия на дальнейшее развитие муниципалитета. Это не только сохранение, но и, конечно же, дальнейшее развитие и дальнейшие результаты, которые будут радовать увеличивающееся количество жителей городского округа Мытищи. До 14 марта Юлия Купецкая будет руководить муниципалитетом в должности временно исполняющего полномочия главы городского округа Мытищи, а после комиссия, в состав которой войдут депутаты от Московской областной думы и Мытищинского совета, примут решение о назначении главы городского округа Мытищи. Юлия Федориненко, Денис Петров, Первый Мытищинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова